Добрый вечер! О самых главных и актуальных новостях вы узнаете от наших корреспондентов в течение получаса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В администрации объяснили, реабилитированные лица должны подавать заявление о предоставлении помощи в органы местного самоуправления по месту регистрации. Согласно порядку рассматривает администрация пакет документов в течение 30 дней, впоследствии направляет в госкомитет и госкомитет в течение 30 рабочих дней на своей комиссии рассматривает и принимает окончательные решения. После чего подписывается трехстороннее соглашение между застройщиком госкомитетом и администрацией. И данные средства перечисляются застройщику на его открытый расчетный счет в банке. Сегодня на юридическую консультацию записались порядка 10 человек, среди которых Эмиль Чалбаш. Он пришел на прием в надежде получить материальную помощь на завершение строительства жилого дома. Около 30 лет назад Эмиль Бей получил участок в селе Чистенькое Симферопольского района и начал строительство дома. Однако достроить жилье до сих пор не удалось. Сейчас живет сыном и его семьей в недостроенном доме и очень надеется на положительное решение комиссии. Есть две готовые комнаты. В одной живет сын с семьей, с детьми. В другой живу я. Но это тоже комната детская. Я пока занимаю их комнату. У меня еще дочь в Ташкенте. Я ее тоже хочу забрать. Я, конечно, надеюсь на помощь и на положительный результат. Аналогичная ситуация и у Медене Люмановой. Она также приехала на прием с вопросом получения материальной помощи на достройку жилья. Рассказывает, еще 23 года назад она с мужем получила участок в селе Дубки Симферопольского района. Но достроить дом не могут. Поэтому живут с сыном и его семьей в Красногвардейске в маленькой квартире. Мы живем в квартире дочери. С семьей сына. Пять-четыре человека. И нас двоим с женой. Хрущевка. Хотя и трехкомнатная, но очень маленькая жилплощадь. А сейчас переселиться сюда уже мы 23 года пытаемся, но не получается. Стоит отметить, что на сегодняшний день администрации Симферопольского района было принято более 25 пакетов документов. И по половине объектов уже была создана комиссия. Султанимеджи, Тасанзивадинов, телеканал Милет. На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», сообщила пресс-служба управления киевской полиции. Об инциденте стало известно ночью. По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал. Начато уголовное производство по статье 258 «Террористический акт Уголовного кодекса Украины». В Крыму полным ходом идет подготовка к совершению паломничества. На сегодняшний день уже около 150 человек подали документы. Правительство Крыма оказывает поддержку в организации «Хаджи», чтобы сделать его максимально доступным для всех слоев населения. Только за минувший год святые места Мекки и Медины посетило рекордное для региона количество мусульман – 365 человек. Духовное управление «Мусульман Крыма» призывает остальных единоверцев, желающих отправиться в «Хадж», поспешить с подачей документов. Сувадеха Рабаджах вместе с супругом приехала из села Первомайское Симферопольского района. Признается, всю жизнь мечтала совершить паломничество к святым местам Мекки и Медины. А родители всегда учили, что это обязанность каждого мусульманина. Собрав все необходимые документы, они с мужем пришли сдать их на оформление в отдел организации «Хаджа». Теперь осталось самое малость – дождаться дня отправки в Саудовскую Аравию. У меня муж уже три раза совершил. Сейчас собираемся, иншаллах, в четвертый раз. Я в первый раз. Собираемся. Смитать все. Ну, ради Аллаха это надо. Это очень важное событие, да. Я очень счастлива, что вот так вот у меня получилось. В этом году Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя полностью берет организацию «Хаджа» на себя. Наших паломников будет обслуживать крымский туроператор. Такое решение принято с целью улучшения качества сервиса. Разработано три турпрограммы – эконом, комфорт и бизнес. Правительство Крыма оказывает поддержку в организации «Хаджа», чтобы сделать его максимально доступным для каждого. Ежегодно совместно с Авмином отрабатывается дорожная карта для паломников Крыма. Это дает возможность им без очереди и в ускоренном виде получать загранпаспорта. Я советую нашим гражданам не задерживать, поторопиться, прийти в Духовное управление мусульман Крыма, подать свое заявление и получить письмо ходатайства, которое свидетельствует о том, что он едет в «Хадж» и его без очереди принимают его документы на загранпаспорт. Желающим совершить «Хадж» стоит поспешить с подачей документов, так как на изготовление и оформление биометрического паспорта требуется время, и от этого также зависит получение визы. Молодым людям призывного возраста не стоит опасаться, что они попадут под осеннюю призывную кампанию. Период паломничества выпадает на август. Стоит отметить, что для неэтнических мусульман необходимо взять отдельную справку из муфтията. Те люди, которые имеют славянскую фамилию, имя или отчество, для избежания различных неудобств, скажем, во время пути, они должны будут заранее взять в муфтиате Крыма, в секретариате, справку, подтверждающую их приверженность к исламу. Паломникам помимо паспорта гражданина России и биометрического паспорта следует предоставить следующие документы. Две фотографии 4х6 на белом фоне. Обязательное требование для женщин – это женщины должны соответствовать нормам ислама на фотографиях. Если женщина не достигла 45 лет, то есть ее возраст не старше 45 лет, то она должна обязательно предоставить документ, подтверждающий ее родственную связь с тем человеком, с которым она отправляется в паломничество. То есть это либо брат, либо отец, либо супруг. Вакцинация паломников начнется в июле. Стоит отметить, что среди всех регионов России Крым имеет особый статус. Для мусульман полуострова нет ограничений в квоте. Прием документов проводится по адресу город Симферополь, улица Чехова, 20. Айша Шулакова, Всеволод Матросов, телеканал Миллет. В канун празднования Дня России в Симферопольском районном совете состоялась церемония награждения 62 сотрудников районных ведомств и организаций. Об этом подробнее расскажет Арзы Хасьянова. Сегодня в здании Симферопольского районного совета прошла церемония вручения благодарности и грамот сотрудникам различных ведомств за добросовестный труд, профессионализм, достижение высоких показателей профессиональной деятельности. Поздравить работников муниципалитета прибыл председатель Симферопольского районного совета Михаил Макеев. В Симферопольском районе очень трудолюбивые, честные, порядочные люди, которые добиваются больших результатов. И за что я им очень благодарен. Симферопольский район динамично развивается благодаря вот этим зернышкам, вот этим вот нашим жемчужинкам, которые сегодня были награждены грамотами. Благодарность за вклад в развитие Симферопольского района вручили Мустафаевой Гульнаре, заместителю начальника филиала Уголовной исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Я очень благодарна руководству Симферопольского района за то, что мою работу оценили, за что мне подарили благодарность. Спасибо ему большое за это. Ой, трудности, как и в любой работе, бывают, поэтому не будем про них рассказывать в этот праздничный день. Справляемся и будем справляться, будем стараться справляться. Благодарность за вклад в социально-экономическое развитие Симферопольского района получила Ленура Ибрагимова, заведующая информационно-техническим отделом газеты «Сельский труженик Крыма». Я рада, что Симферопольский район достоил такой чести поздравить газету, сотрудников редакции, что не оставил без внимания деятельность газеты. На сегодняшний день Симферопольский район считается одним из самых развитых регионов Крыма в сфере образования, культуры, медицины и других отраслей жизни. Арзы Хасьянова, Умир Мустафаев, телеканал «Миллет». В Симферопольском районном суде прошло первое заседание по делу Эльми Умерова, которому инкриминируют осуществление публичных призывов, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием средств массовой информации интернета. По данным следствия, марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины в эфире одного из украинских телеканалов, публично призвал к возврату Крыма-Украине, то есть фактически к нарушению территориальной целостности РФ, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Видеозаявлением затем было размещено на видеохостинге YouTube. На первом заседании обвиняемый заявил, что полностью отрицает свою вину. В ходе судебного заседания были допрошены свидетели, вызванные сторонами обвинения. Этим летом в крымских лагерях отдохнут 133 тысячи детей Крыма и 84 тысячи детей из различных субъектов Российской Федерации. Об этом заявила сегодня руководитель Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в ходе пресс-конференции. Все ли условия созданы для детского отдыха на полуострове, расскажет наш корреспондент Сабреха Лиляева. Одним из приоритетных направлений социальной политики Крыма является совершенствование системы отдыха, оздоровления и занятости детей во время каникул. На начало летнего сезона приходится открытие 355 оздоровительных учреждений. Это лагеря дневного пребывания и стационарные загородные лагеря. В прошлом году в Севастополе не работало ни одно детское дневное учреждение оздоровления и отдыха при школьных лагерях. В этом году таких запланировано 43, они начали работу. По словам заместителя министра образования, науки, молодежи Республики Крым Оксаны Красниковой, в прошлом году была прекращена деятельность шести несанкционированных детских лагерей. В этом году нарушения пока не обнаружены. На данный момент 133 тысячи крымских детей смогут полноценно отдохнуть летом. На основании заявлений родителей каждый ребенок сможет посещать профильные смены. Детские, юная армия, математическая, филологическая, художественная и экологическая. Из различных уровней бюджета Республики Крым выделено около 700 миллионов рублей на организацию оздоровительной компании детей. Проведено два основных вопроса, которые на сегодняшний день больше всего волнуют все эти исполнительные органы власти, которые задействованы при организации детской оздоровительной компании. Это безопасность и насыщенность самой программы пребывания детей в лагере. Оздоровлению, отдыху и трудовой занятости детей Крыма уделяется большое внимание. С точки зрения обеспечения безопасности детского отдыха все на высшем уровне, уверяет начальник управления Главного управления МЧС России по Республике Крым Максим Грамотный. Инженерно-инспекторский состав начал работу еще с марта месяца. Это были проведены в течение трех месяцев пожарно-профилактические обследования. Основной упор, конечно же, ставился на работу с дежурным персоналом детских оздоровительных учреждений. Кроме этого, стало известно, что начиная с мая текущего года проводится мониторинг пляжей Крыма. К курортному сезону готов 291 пляж. Лидерами по качеству морской глади и благоустройству являются Ялта, Алушта, Евпатория и Судак. А вот пляжи Раздольнинского и Ленинского районов не совсем готовы встретить туристов. Как сообщила Наталья Пинковская, этот мониторинг будет проводиться соответствующими органами власти до октября текущего года. Сабре Халиляева и Брэм Ганиев, телеканал Миллет. С началом летнего сезона в медицинские учреждения начали поступать обращения крымчан после укусов клещей. Как известно, по распоряжению правительства Республики Крым утверждены туристические тропы, детские маршруты. В связи с этим по туристическому маршруту Большая Севастопольская тропа проведены о корицидной обработке клещей на необходимых площадях. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пинковская. С укусами клещей на территории Республики Севастополя по поводу укусов в медицинские учреждения обратилось более 2000 человек, половина из них дети. Всем им оказана необходимая медицинская помощь в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения. И город Севастополь, и Республика Крым имеют в необходимом количестве моноглобулин против клещевого энцефалита для оказания экстренной профилактики. С укусами клещей на территории Крыма и Севастополя в медицинские учреждения обратилось более 2000 человек. В основном это дети. Им оказана необходимая медицинская помощь в лечебно-профилактических учреждениях. И город Севастополь, и Республика Крым имеют в необходимом количестве иммуноглобулин против клещевого энцефалита для оказания экстренной профилактики республики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Авария с участием автомобилей ВАЗ-2115 из-за Ставрия произошла накануне в Симферопольском районе, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым. Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, при выполнении обгона столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении, выполняющим левый поворот в направлении села Широкое автомобилем ЗАЗ. В результате ДТП пострадали 6 человек. Все они доставлены в больницу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Судаке при поддержке Минкультуры России проходит третий международный профессиональный форум книга «Культура, образование и инновации». В мероприятии принимают участие руководители библиотек, музеев, архивов, информационных центров, университетов, техникумов и других учреждений науки, культуры и образования. Участники обсудят проблемы современной библиотечной информационной инфраструктуры. Тему продолжит Фериде Халикова. Каждый год на форуме обсуждают актуальные для Крыма темы. Учитывая, что 2017 год является годом экологических знаний, библиотекари полуострова уделили значительное внимание обсуждению вопросов, непосредственно касающихся окружающей среды. По мнению начальника управления Музейного библиотечного дела Министерства культуры Республики Крым Елены Эмировой, крымские библиотеки занимают достойное место в мировом библиотечном сообществе. Обычно на него уже много лет приезжают представители из тюркских стран и тюркских регионов России. Благодаря этому во всей Российской Федерации, а также в странах, народы которых говорят на тюркском языке и развивают тюркскую культуру и литературу, появились очень интересные проекты. Я думаю, что все, кто сегодня послушал специалистов нашей Республиканской Крымско-Татарской библиотеки имени Гасплинского, получил представление о том, как эта единственная в мире библиотека бережно сохраняет культуру, литературу своего народа и содействует ее возрождению. Традиционно ведущим открытия форума был председатель оргкомитета форума, президент Национальной библиотечной ассоциации библиотеки будущего, генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России Яков Шрайберг. Рассказывает, такие форумы очень важны, так как библиотекари Крыма имеют возможность перенять опыт своих коллег из других стран, а также поделиться весьма интересной историей нашего полуострова. Во многих российских библиотеках и в российских информационных системах, в частности в Национальной электронной библиотеке, есть оцифрованные издания из крымских библиотек. Особенно важно это краеведение, очень это важно, это то, что сегодня позволяет многим узнать больше про Крым, и не только с точки зрения туризма, это самое простое, что можно было бы сделать, а именно с точки зрения истории. Я думаю, что, например, раньше мало кто знал, кто такой Исмаил Гаспринский, а сегодня знают очень многие. И в этом я вижу тоже один из результатов нашей раньше конференции, сегодня форума. На форуме присутствовал исполняющий обязанности заместитель директора Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации Олег Махно. Наша приоритетная задача, как можно быстрее, чтобы библиотеки Крыма и все культурные объекты, которые находятся в Крыму, как можно быстрее интегрировались в общероссийскую профессиональное сообщество, поделились своим опытом, впитали опыт, тот, который накоплен во всех наших направлениях этой деятельности, и уже совместно тогда единой семьей, единой командой двигались вперед. Более 20 лет в рамках международного форума проводится семинар библиотек тюркоязычных стран и регионов, на которых сотрудники тюркоязычных библиотек выступают с интересными докладами. Наши сотрудники, сотрудники наших библиотек, у нас было 4 выступления, мы рассказали о своей работе, о работе нашей библиотеки. Были очень показаны и рассказаны интересные формы и методы, факты, но я думаю, что всем было интересно. Третий международный форум «Книга культуры образования и инноваций» стартовал 5 июня и будет проходить в Судаке до 11 июня. Фереда Халикова, Леша Ралимов, телеканал «Милет». Старинные экспонаты времен Крымского ханства обнаружила в своем персиковом саду семья Бекировых из села Викторовка Бахчисарайского района. Об интересных находках расскажет наш корреспондент Султаней Ситакаева. Во время разбивки сада, да и по сей день на территории своего дома семья Бекировых находит исторические экспонаты. Это подковы, элементы посуды, наконечники стрел, каменные ножи. «Постоянно у нас что-то где-то появляется. Не все, конечно, мы так даже сохраняем, но отчасти, что интересно, какое-то представляет. Очень такой широкий диапазон, нельзя говорить, что именно там вещам 200 лет или 300 лет. Есть вещи и по 1000 лет, и есть вещи, которые, скажем, лет 100». Находку большого количества подков и наконечников Энвер Бей объясняет очень интересно. Рассказывает экспонаты периода Крымского ханства. «Есть предположение, вот эта долина называется Атхоба, переводится, значит, лошадиная пещера. Ну, есть предположение, что здесь было стойбище ханской конницы. За это все исходящее, и находится много наконечников и много подков». Коллекции Энвер Бея с каждым днем становится все больше. Особое внимание привлекает один древний экспонат – византийская бронзовая пряжка восточного происхождения, 7-8 век. Также с интересом можно рассмотреть написание арабских букв на монетах периода Крымского ханства. Для семьи Бекировых каждый экспонат ценен и уникален. «Каждая находка – это для нас что-то такое, знаете, не передать, радость. И дети радуются». Энвер Бекиров отметил, если крымские музейщики заинтересуются старинными вещами, готов передать фонды местных музеев. В Султане есть такая вас, Антон Зивадинов, телеканал «Миллет». На сегодня это все новости. Завтра первый выпуск новостей. Смотрите в привычное время, 13.30. Все наши выпуски есть на официальном сайте trkmillet.ru, а также в социальных сетях. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова